Встреча с инвестиционной деятельностью 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 Возможность газообеспечения Города, областного центра Калининского района Но это даст возможность газифицировать Индустриальные площадки И активнее работать с инвестором По превречению резидентов На эти индустриальные площадки Промышленных зонах Этот вопрос висел Неоправданно долго Это вопрос был о смене монеты Во взаимоотношениях региона И Газпрома Потому что внятной политики по решению долгов выстроено не было. И политика выдвигания взаимных претензий – это не самое лучшее. Да, когда есть наша вина муниципалитета, областного бюджета и учреждений, да, мы ее должны признавать и работать над этим. Но когда есть взаимные претензии двух субъектов, хозяйствующих на территории региона, то регион должен хотя бы быть активным посредником в урегулировании этой ситуации. И потому активная работа и дисциплинарной комиссии, и взаимоотношения, такая позиция по отношению к этому вопросу, она устроила «Газпрома». В течение года мы получили увеличение финансирования по программе газификации с 10 миллионов до 100 миллионов. Сейчас идет, вырабатывается решение по 2013 году, где мы рассчитываем кратное увеличение по программе газификации на Тверскую область. А это и что дало нам 100 миллионов в этом году, я сказал, и Калинин-3, и решение вопроса газификации Асташковского района, Старецкого района, люди по 9-15 лет ждали обещанного. Нам дало возможность закончить все проектные разработки газификации линии Алинин-Нелидова. Мы найдем на Запад, и сейчас вся проектная документация будет проходить госэкспертизу. И в случае, когда определятся финансирования на 2013 год, я думаю, что мы уже практически начнем снимать вопрос газификации наших западных районов. Чем больше активная позиция муниципалитета в этом вопросе, тем быстрее этот вопрос решается. Пожалуйста, пример Лихославля, пожалуйста, пример Ржевского района. Есть муниципалитеты, которые в такой же ситуации, да, Тверь отличительна. Там мы идем через соглашение, там немного времени больше потребовалось. В 2013 году мы уже по Тверье начнем получать примеры обеспечения участников многодетных семей. Мы ввели свой материнский региональный капитал. Капитал для семьи, которая вела третьего или усыновила третьего и последующих детей. Мы, понимая остроту для нашего региона, вопроса демографии, убыли населения, мы ввели дополнительную меру поддержки многодетных семей с тремя и более детьми, когда с 1 января начнет действовать уже дотация для семьи в размере 7100 рублей, это прожиточный минимум на ребенка в тех семьях, которые ниже прожиточного минимума в регионе. То есть на каждого ребенка будет выплачиваться дополнительные финансовые средства в размере 7100 рублей. Очень надеемся, что это будет поддержка для многодетных семей. Мы, вообще, что касается социальной политики, и вы знаете мою позицию, из тех 47 видов социальной поддержки, которые охвачены у нас порядка 500, 540 тысяч жителей нашей области, мы сохранили все. Но требует внимательного анализа эффективность каждой этой меры. Вот этим нам придется заниматься. Я не раз приводил в пример. У нас существует одно, если беру, как пример, одна из форм поддержки матерей. 156 рублей на ребенка. Ну что это? Изображение или эффективность? Когда мы вводим региональный компетент, это весомое. 50 тысяч для семьи, я считаю, что это весомое деньги. Вот этим нам будет необходимо заниматься. Действительно, я считаю, для меня и для региона это знаковое решение президента. И это не только касается РЖЭРа. Буквально вчера на совещании с главами я еще раз акцентировал внимание на активное пользование, предоставляемое федеральным центром возможностям. За этим надо следить, знать, что есть такая программа федеральная. И вовремя ей воспользоваться. Примерная сумма, которую мы сейчас ведем переговоры, там порядка 4 миллиардов. Город ЖЭР. Где две трети, это федеральный центр. Это первое. Объемы могут двигаться в зависимости от... К сожалению, если бы мы сейчас с вами входили к проблематике того же РЖЭРа и понимали, что там муниципальное учреждение, там государственная собственность, тогда бы мы с вами быстрее верстали в программу. Но, к сожалению, да, у нас не все там так. И потому, что касается дальнейшей реализации, там есть четкие сроки указа. В течение 4 месяцев должен быть создан оргкомитет, принята программа, определен объектовый перечень. Уже поручения имеются, сейчас формируется оргкомитет. А вот программа и пообъектовое перечисление, это то, о чем я говорил. Вначале только с привлечением, пускай это и эксперты общественные, с привлечением людей, с пониманием, что нужно, чтобы чувствительно было, прошла эта дата и те вложения до 2016 года, которые мы с вами собираемся влить, вдохнуть жизнь в Орже. Что это? Дороги, фасады, вода, да, там, внутри дворовые территории. Это то, что мы с вами будем сейчас активно работать, формировать эту программу и отстаивать ее федерально, защищать на федеральном уровне и под это получать финансирование. Федераль. Федераль. Субтитры создавал DimaTorzok